Привет, друзья! Сегодня я представляю вашему вниманию уравнение, которое на моей короткой памяти никто не смог решить без подсказки или, как я это называю, наводки. Ну, в общем-то, теперь вы должны бросить вызов этому уравнению, поставить на паузу и пытаться решить самостоятельно. Думаю, что у вас не получится, поэтому попытайтесь немного, но потом все же возвращайтесь, ставьте лайк и смотрите дальше это видео. Что тут такого необычного? Ну, а то, что если вы решите действовать как обычно, то есть возвести правую и левую часть квадрата, то вы получите что-то типа такого. x в четвертой минус 26x в квадрате плюс 169 равно x плюс 13. Перенесем все в левую часть, получим x в четвертой минус 26x в квадрате минус x плюс 156 равно 0. Ну и как бы все, приехали. Что дальше делать, не знает никто, даже ваша учительница по математике. Поэтому даю вам наводку. Ищите то, что уже знаете, и тогда найдете то, что вы действительно ищете. Вот такая вот философская мысль, но это реально наводка, я не шучу. Ищите то, что уже знаете, и найдете то, что вы действительно ищете. Вот, такое, что-то из Гарри Поттера, да, как будто бы. Ну да ладно. Можете вот теперь еще раз поставить на паузу, попробовать решить еще раз. Но если не получится, то смотрите. Весь фокус в том, что давайте мы обозначим 13 наши, известные вот эти вот 13 за А. Да, глупо, согласен, цифру менять на букву, но не спешите делать выводы. Что тогда у нас получится? x квадрат минус А равно квадратный корень из x плюс А. Вроде как стало посложнее, да? Но давайте сделаем то же самое, что и делали. То есть, разведем и правую, и левую часть в квадрат. Получим x в четвертый минус 2x квадрат А плюс А в квадрате. Справа получим x плюс А. Ну и давайте сразу эти x плюс А перенесем влево. Писать мне неохота. Поэтому я сделаю вот так. А минус x минус А равно нулю. Ну и в общем-то вы можете опять сказать, ага, и что мы тут получили, вообще нифига не проще. Но это если мы будем смотреть на это с точки зрения x. А что если мы будем смотреть на это уравнение с точки зрения А? А? Каково? В общем, давайте перепишем, чтобы было виднее это уравнение относительно А. Получится А в квадрате минус 2x в квадрате плюс 1А плюс x в четвертый минус x равно нулю. Кажется, нигде не накосячил. Ну, теперь давайте искать дискриминант. Дискриминант это вот эта вот скобочка у нас в квадрате. Значит, будет 4x в четвертый плюс 4x в квадрате плюс 1 минус 4x в четвертый плюс 4x. Кажется, не накосячил. Ну, сейчас узнаем. 4x в четвертый минус 4x в четвертый за ним уничтожаются. Получается 4x в квадрате плюс 4x плюс 1. И это то же самое, что 2x плюс 1 в квадрате. Вроде дискриминант получился красивый, да? Полный квадрат. Поэтому будем считать, что я не накосячил. Таким образом. А первое равняется 2x в квадрате плюс 1 плюс 2x плюс 1 деленное пополам. Так, получается 2x в квадрате плюс 2x плюс 2 делим все это на 2. В общем, получится x в квадрате плюс x плюс 1. А второе равняется 2x в квадрате плюс 1 минус 2x минус 1 делить пополам. Минус 1 и плюс 1 взаимоучтожаются. Получается просто x в квадрате плюс x. И теперь финтушами вспоминаем, что а это 13. Поэтому мы приравниваем и то, и другое к 13. И получаем два новых квадратных уравнения, с чем я, собственно, вас и поздравляю. Ну и давайте быстренько их решим. x квадрат плюс x минус 12 равно 0. Дискриминант единичка плюс 48. Это 49. Потрясающе красивый дискриминант. Даже все извлекается. Друзья, это говорит о том, что мы с вами на правильном пути, скорее всего. x первое это минус 1 плюс 7 деленное пополам, то есть 3. x второе минус 1 минус 7 деленное пополам, это минус 4. И можно было бы даже сказать, что мы получили с вами первые два ответа. Но вспоминаем, что у нас было изначально. Справа у нас корень. Эта штука положительная, значит, и левая часть тоже должна быть положительная. Ну, даже можно поставить вот так, больше, либо равно 0, да? А стало быть, если мы подставим троечку, то мы с вами получим 9 минус 13, а это вещи отрицательные. Поэтому троечка нам не подойдет. А минус 4, если подставим, то получим 16 минус 13, и все окей. То есть вот это вот точно ответ. А троечка нам не подходит. Ну и осталось решить второе квадратное уравнение. x квадрат минус x минус 13 равно 0. Ищем дискриминант. Единичка плюс 52. Это 53. Вот тут корень извлекается. Ну, а что вы хотели, чтобы везде извлекалось? Такого не бывает. Получаем x первое. А единичка плюс корень из 53 деленное пополам. x второе это единичка минус корень из 53 пополам. Теперь нам нужно сделать такую же проверку, как делали в первом случае. Как будем проверять? Ну, смотрите, корень из 53 это чуть-чуть больше 7. Потому что корень из 49 это 7, а тут у нас чуть-чуть больше. Ну, давайте вот так вот и оценивать. Единичка плюс 7 это 8. Делим на 2, получаем 4. Учитывая, что корень из 53 чуть-чуть больше 7, получаем чуть-чуть больше 4. Все окей. Нам подходит. Так. А теперь тут единичка минус 7 это минус 6. На самом деле чуть-чуть поменьше. Делить на 2, получаем минус 3. Ну, и снова подставляем сюда. Понимаем, что вот это вот нет. Это не подходит. И вот у нас с вами, друзья, два ответа получилось. Минус 4, первый ответ. И второй ответ это единичка плюс корень из 53 пополам. Вот такое клевое уравнение. Я просто реально испытал катарсис, когда его решил. Надеюсь, что у вас все-таки получилось самостоятельно решить. Если да, то пишите об этом в комментарии. Я, 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 я. Самый умный я решил. Вам прям будет респект и уважуха. Если не решили, то, друзья мои, ну, вы досмотрели видео и теперь точно решите. В любом случае молодцы. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь, пожалуйста, на все мои каналы. В Яндексе, в Дзене, на Ютубе, в Телеграме. И пока. До новых интересных задач. Спасибо, что досмотрели это длинное видео. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за вашу любовь к математике, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok